Два дня в игре. Два дня в игре. Зевсу и ракетке не хватает мощи, чтобы пробивать в туман. Ракетка на 16-ом даже три ракеты не выпускает. А две только. А Зевс по сравнению с Ягом, ну, мясо, грубо говоря, если тот под хамом. Вообще без шансов. Там более-менее ранги повыше? Тогда да. Тогда можно идти что-то. На земле я собрал очень много ящика, я понял, что он в море с развертки пошел. Ну, точнее, я сделал упор просто на этот, на сушу. Здесь он меня этот ящик мой заберет. Обидно, кстати. Очень обидно. Там вышечка у него все контрит. Ну, я понял, что он будет в море выходить. Среди не то, что он в море с развертки, якобы, на там и не с развертки. Он хотел с развертки, но это не получилось, наверное. Это игрок фуловый, видел его стрим, так что он может играть чем угодно, как и я. У меня так же фуловая, как и у меня. Ставлю, что я тут строю. Пятый ЦС и установки ставить, страшно, аллигаторами. Карта такая именно. Строидвор ставлю, что-то здесь еще закрыть, потому что он может как-то плыть и отсюда убивать. Самое дело, тут стройдвор надо ставить было ближе, что-то я покрылся на площадь. Но я глупый, и я так не сделал. Ну ладно, тут такие пару рублевые бои мне как-то уже все равно на них. Так, объясняйте, надо играть. Забейте вообще. Релакс, ребята, релакс. Наушники уже с ума сошли, сами по себе звук увеличивают. Но не без этого, не без этого. И так они тоже уже старенькие. Запись боя у него вроде есть тоже. Играл он тоже на фулл голде, так что... Мы были в равных условиях. Да, разведал я как раз второй этот. Вижу хамы. Первый заплыв его. Не ожидал я, кстати, что... Так, викингам улучшился. Произвожу Евса. Произвожу вообще все, что могу. Благо на холме он не видит, как в вертексе производится. Ну, авиазавод видел, но на самых вертексе нет. Не видит, как бункера строятся. Это немного упрощает ситуацию. Ну, фуловый, кстати, фуловый авиазавод на... Сейчас вы как бы в этом убедитесь. Не знаю, на что он тут рассчитывал. Ну, типа, я бы сразу целенаправленно бил бы авиазавод, а он бил какие-то там казармы, что ли. Тут будет момент, где я вроде как бы неплохо выбью ему хамы. Но это не изменит ситуацию. Хамы, аллигаторы, ну и все. Все, все как обычно. Все в стиле сопры. Играть всем. А конфе играть только... Было выходить в сторону, наверное, у меня время... Не знаю, почему я производил эти вертексы. Похуй. Пацаны, вот это вообще не спорь, я... С Тором, непонятно, С Тором я иди отбивал от Яга хам в таких узких проходах. Я бы даже себе мозг не парил. Но опять же, видите, это такой был бой первый. На раскурочку. Ну вот первый хам я убиваю на этом. На патруле. И второй. Дальше он, конечно же, не поедет без хамов. Что про без хамов булочки жмет куда-либо выезжать? А вот сделать с десяток хамов... Ну ладно, я... Привеличиваю. Но хамов в пять. Спокойно. Заезжай, что-то я. Включи и все. И там инвизи, блядь. Ты там и циклоном эти пять хамов не просветишь. А если еще умный хамоводчик, то забейте. Вообще забейте. Ну тут не как-то еще показывать. Просто он подъедет к моей базе и будет ее отдолбить, да и все. Потихонечку, помаленечку. Натупилась тем, что не сделал торов. И все. Вот и все. Вот я гахам. Дал они видеть, что на холме войска там все дела. Ну, блядь. У них просто нечесть. Вот вроде как бы хам, да? Ну вот. Ну вот этот туман. По логике, по центру, вот он. Но хам на самом деле может быть аж вот здесь. То есть хам может быть вот здесь, в туман. А он вот здесь. Это уже туда, где... У меня как бы и... Дайк нам вис хама все равно. Это настолько непонятная тема, что она всегда обвисела. И все, тут алики. Я где-то ждамся в какой-то... А, в этот момент я уже и ждался.